Лена нет, а так, просто она спела там солны под гитарой. Нужен боевист, у нас боятся перевезти. Ну, не наш, правда? Хорошо. Так что, братья, сестры, Бог все смотрит, аминь. Так, и кто будет записывать, потом смотреть, тоже, я тоже прощаюсь. Вот. Хочу прочесть сегодня из Евангелия Теана. Но, каждая из Евангелий, драгоценность. Каждая из четырех этих Евангелий, великая драгоценность. Но из этих драгоценностей, как-то особенным образом, хочу сегодня показать именно от Иоанна. Я когда первый раз прочитал Библию, еще молодым человеком, юношей, то мне тогда запало в сердце больше от Матфея Евангелия. Ну, не знаю, оно прям, ну, меня просто, хотя, не просто коснулось, а прям распирало меня всего. Вот, от этого как раз, вот. Мне даже странно было потом слышать, что некоторые люди рассказывали мне, что они когда читали, там, первую главу, там, родословие, там, записанное, им стало, становилось скучно, как бы, непонятно. Я, я вспоминаю свои переживания, свои ощущения, когда я читал первую главу. Я аж чуть не прыгал от возбуждения, радости. Думаю, вот, это ж, вот, это ж, краткий конспект. В одну главу уместилось вообще все, как бы, краткое и важное содержание предыдущих глав. Знаете ли, так это, я поэтому и решился переписать тогда еще, юношей, это все. Вот, потому что я, это начало 80-х было, годов, начали, как бы, и тогда Библию достать было очень сложно. Она у меня в руках была на время, тогда на месяц всего лишь, вот, и тот парень, который, товарищ мой, поучили еще художественному, мы на разных просто отделениях учились, а так, в принципе, на том курсе, значит, он педагогическом, а я на художественное отравление. Ну, мы дружили, потому что я увидел в нем, ну, как бы, ну, так, близкую душу. Ну, то есть, он искал Бога, его бабушка была религиозная, православная женщина такой, и он, как бы, так вот, с другими ребятами я пробовал тоже разговаривать. У нас на курсе, у нас на группе, в группе были там ребята двое, я им рассказывал, вот, они слушали, вот, о вере, о Боге, вот. И я то, что из Библии знал, у меня не было своей Библии тогда еще, а вот за те годы предыдущие я успел понабирать из книг по атеизму в основном такие цитаты. Вот, значит, и, да, и в 83-м, 84-м годах у меня уже была тетрадка такая полная, значит, этих текстов, которые я находил в основном из книг по атеизму. Иногда книги по истории искусств, вот, как бы, ну, меньше степени. И вот этим я что знал, тем не удивился. Вот, кстати, я не знаю, как вот те мои товарищи, вот они дальше, одного из них только видел, я не так давно. Вот один из, вот, группы нашей, да, вот он покаялся. Вот я рассказывал, да, как-то Дима его зовут, очень интересный брат такой. Сейчас он уже и во Христе брат, вот, он в Липецке живет, художник, хороший художник, живописец, вот, хотя погибал от пьянки, гулянки и, к сожалению, очень творческий человек, хороший человек, но погибал вот просто, вот, погибал как творческий человек, творчески погибал. Ну, знаете, вот, действительно, обычные люди просто спиваются, а он творчески спивался, как бы, да, вот, так выразится. Ну, все картины, все, что он писал, все это, вот так вот, не на пользу было. А потом, представляете, потом он мне рассказывал, ну, он списался со мной, там, на одноклассниках, мы нашлись, друг с другом нашлись, он меня нашел. Значит, и он мне написал, что я теперь верующий, я христианин, здорово, слава Богу, как бы мы не виделись, там, 30 лет спустя, значит, вдруг раз так, и он верующий к тому же, думаю, здорово. Потом мне он рассказал еще, что, значит, что покаяние-то было не без моего участия, оказывается. Когда? Он рассказывал, помните, да, наверное, после очередной пьянки, значит, он все, нечем было похмелиться, он его, ну, как бы, как, не лом, как это называется, ну, короче, его это, ему, у него было плохое состояние, без слов, у него было. Вот, значит, и халтуры не было, и везде ему отказали, значит, а все, я стал о тебе что-то думать, о тебе что-то вспоминать, стал. Представляете, то, что было 30 лет назад, что я рассказывал, это все стало вспоминаться у него, оказывается, мы еще были пацанами еще. Вот, значит, и самое интересное, я-то разговаривал больше с двумя другими ребятами, а он, Дима Новоселов, он, как бы, ну, со стороны так, слушал, даже, как бы, он не был в круге общения, это вот, в таком постоянном, просто слушал, как другие ребята тоже, значит, и, знаете, вот, и все, больше мы не виделись после училища художества, ну, после 88-го года мы с ним вообще не виделись, где он, что он, я даже не знал, где он находится, понимаете ли, 4 курса, 4 курса училища вместе, учились, и все, а потом я даже не знал, где он, и что он, и представляете, значит, вот он рассказывал, стал вдруг не с того, не с сего вспоминать то, что ты рассказывал, и свидетельство, вот это вот, то, что я рассказывал, как вот, пережил встречу с Богом, тогда я вот делился с ребятами тогда, и из Библии что-то стал рассказывать тогда, самое интересное, его еще, ну, там, ладно, там отдельное свидетельство, короче, некоторые эпизоды, знаете, бывает то, что мы даже не помним сильно, а другие люди очень хорошо, кажется, помнят, я вспоминал, вспоминал, думаю, да, был эпизод, но, как бы, я даже удивился, а ты это помнишь? Да, я прям это очень четко запомнил, вот, значит, и ему это помогло, да, приветствую, да, слава Богу, слава Богу, присаживайтесь, можете сюда, вот, вот, и, знаете, значит, одним словом, он, слава Богу, спасен, у писятников в церкви пережил вот это благодать, его спасение, значит, там, сейчас он уже там даже, там, я видео смотрел, там, делится словом, там, значит, ему доверяют слово говорить, значит, там, в собрании, ну, слава Богу, вот, и Бог помиловал его душу, значит, его семью благоставляет, в общем-то, ну, как бы, ну, совсем такое, и тогда в моей жизни больше Евангелие Матфея было, вот, и вот, когда я прочитал Библию первый раз, говорю, то Бог совершил чудо такое временное, знаете ли, я с того времени знаю, что время тоже творение Бога, поддающееся его манипуляциям, действиям, слову его, воле его, оно может, как бы, сокращаться, может раздвигаться, расширяться. Знаете ли, даже неверующие люди замечают, что порой время тянется, да, а порой оно бежит. Значит, ну, все относительно, конечно, но с другой стороны, есть действительно какие-то временные особенные чудеса, просто необъяснимые. Вот, допустим, за тот месяц, что у меня была Библия тогда в руках, я смог, тем более месяц перед сессией, неудачное время было, но тем более у нас учитель, так получилось, значит, сменили учителя на время, нам другого дали, а у меня, одним словом, дополнительные трудности возникли. Значит, и представляете, значит, за этот месяц, во-первых, всю Библию полностью прочитал, во-вторых, успел переписать себя от Матфея полностью. Я потом, уже взрослым будучи, уже, да, пересматривал свои записи те, значит, и удивлялся, это было не скорописью, знаете ли, а хорошим почерком, потому что я понимал, что, как бы, поди, знай, когда еще Библию попадет мне в руки, а что бы это было, вот, у меня вот именно перед глазами это вот записанное слово, переписал себе, мне саму сейчас это трудно поверить, вот дай мне сейчас такое задание, я не справлюсь с таким заданием, тем более чем-то еще другим заниматься еще, понимаете ли, вот, а работа была там вот так вот, значит, кстати, я сдал на отлично, все три пятерки были, значит, как раз по оценкам, значит, по композиции, о чем переживал, как раз я, вот, значит, то есть это тоже было чудом, таким сверхъестественным для меня, что Новый Учитель отнесся к моим проектам, к моим этим, ну, по трем пунктам, очень даже положительно, поддержал меня, кстати, еврей, он уехал потом в Израиль, очень хороший художник, вот, и очень, он там потом занимался дизайном в Израиле, значит, и в фирме по оформлению этих, там, предприятий, там, и каких-то, там, этих офисов, там, прочее, вот, интересно, что и переписал себе также к ним откровения еще полностью, также кое-что из посланий апостола Павла, короткие такие, неполные, неполные, правда, послания, не успевал уже, и из Ветхого Совета, из притчи, из псалмов, тоже очень многое, ну, так, опять-таки, выборочно, выборочно, то, что, натяну, я просто не мог не переписать, и у меня была такая уже толстенная тетрадь, уже своя Библия была у меня уже, вот такая рукописная, вот, и тогда от Матфея у меня было, ну, моим словом, я им жил, и когда нас потом уже на втором конкурсе, да, уже колхоз отправили, значит, там, ну, на картошку, как там, на морковку, вот, отправляли студентов, нас тоже отправили, значит, я эту тетрадь, я боялся потерять просто, ну, там, как проходной двор, общежитие такое, какой-то, сад колхозный, ну, я дома оставлял, значит, и, и, ну, у меня уже по традиции было такое, что каждое утро пораньше я вставал всегда, значит, и перечитывал Матфея полностью, вот, Евангелие полностью, каждое утро у меня было, ну, обычным моим чтением, а там, в колхозе я не имел возможности читать, вот, знаете, ну, я раньше подъема уходил, еще, еще темно было, вот, засыпало, значит, выходил, значит, уходил, там, значит, там подмораживался слегка уже, так уже, прохладная погода такая, вот, значит, и, и гулял, и на улицу выходил там в посадку и молился, ну, как молился, общался с Богом, значит, и читал Матфея на память, вот, думаю, сколько хватит памяти моей, вот, значит, и самое интересное, можно я что-то упускал, сейчас я не исключаю возможность, может, что-то я там неправильно что-то, может, но мне казалось, что я все, вроде бы, успевал, одним словом, полностью от Матфея на память, вот, сейчас даю такое задание, я не справлюсь, честно говоря, вот, значит, от начала самого родословия до Аминь, представляете, и уже к подъему, я приходил уже туда, значит, в это совхозное-то общежитие, там, где нас размещали уже, вот, уже довольный, окрыленный, знаете, насыщенный, вот, и каждое из Евангелий, да, оно по-своему Иисус открывает, благодатью открывает, сейчас вспоминать, вообще, даже интересно вспоминать, вот, те годы юности, да, но, знаете, вот, каждое Евангелие, оно в какой-то период жизни по-своему открывает для тебя Христа, открывает для тебя Бога, открывает для тебя благодать, спасение, вот, от Иоанна, оно действительно такой, как бы, наверное, самое таинственное такое Евангелие для человека, оно открывает Иисуса как Бога, и 9 разделе, 9 глава, значит, написано с 1 стиха, проходя, увидел человека слепого от рождения, ученики его спросили у него, ради их, кто согрешил, он или родитель его, что родился слепым, Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи, мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру, сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением слепому, глазослепому, и сказал ему, пойди умойся в купальне села, что значит посланный, он пошел и умылся, и пришел зрячим. Дальше вся эта история с ним, с его родителями, с религиозными людьми возмущенными, к сожалению, люди, видите, набожные, вроде религиозные, вместо того, чтобы порадоваться за человека, за эту семью, вот они исполнились зависти, осуждения, и, в общем-то, в отношении к Иисусу, и, в общем-то, Иисус нажил себе этим чудом кучу врагов, оказывается, огромная куча врагов, и Иисус сказал, в конце этого раздела, этой главы, написано, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Он сказал это, там перед тем написано, тем, кто был возле него, из фарисеев. Вот такая история, то есть, оказывается, действительно, люди могут иметь глаза, да, но не видеть ими ничего. Вот, и быть духовными слепцами. А тот человек, который был слепой, на котором дивные дела Божьи явились, да, он не только физически прозрел, он и Иисуса Господом исповедовал, преклонился пред Ним, то есть, его сердце растаяло, благодать Божья, вообще чудо, слава Богу. И дальше Иисус говорит, ну это уже следующая глава, 10 глава, 1 стих, но это, в принципе, одна мысль-то. То есть, это как бы наглаво деление уже такое, больше средневековое уже такое измышление. Да, слава Богу, вот, на виде слава, аллилуйя, аллилуйя, да, присаживайтесь в первых силах, слава Богу. Истинно, истинно говорю вам, 10 глава, 1 стих. «Кто не дверью входит во двор овчий, но прилазит и инуди, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть вовстрь овца. Ему передверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец, по имени выводят их. И когда выведет их, очень красивые такие вот сравнения такие, с пустухом, с овцами, но внимание обращают, что вот перелазивающий инуди, вор и разбойник, да, значит, есть законный, да, как бы вот, хозяин этого, да, всего, значит, этой отары, как бы, да, настоящий чабан, или как это назвать в этом, да. Значит, а есть перелазивающий, тот вор и разбойник. Значит, и Иисус сказал в 7 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, я дверь овцам, все, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я иисус им дверь, то есть он еще себя сравнивает с этой дверью. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет найдет. Вору приходят только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я иисус им пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он есть действительно тот, кто положил свою жизнь. Он не просто это сказал, а он действительно положил свою жизнь за нас. Действительно отдал себя за нас. И дальше, ну да, здесь, знаете ли, перебранка такая. Люди, с одной стороны, слушали его. Я так понимаю, особенно простые люди слушали его. Внимательно слушали. Люди религиозные, набожные, вожди Израиля, слушали, но слышали совсем иное. Как знаете, бывает, что одну и ту же вещь говоришь, одно и то же слово, да? Но люди слушают по-разному и слышат разное вообще. Обращали внимание на такое, да? Иногда бывает подобное. Говоришь одно, а кто-то из людей делает вообще выводы совсем другие. Не знаю, но я в Питере, помню, там, этот, как же, Дмитрий, пастырь так. Он рассказывал, значит, что я, говорит, по телефону разговаривал, тем более в присутствии, там, ну, как бы, ну, людей, которые тоже подтвердили, как, ну, то есть они тоже слышали разговор наш, говорит, значит. И я по телефону, там был вопрос, как бы, ну, обиды какого-то брата, там, значит, да, значит, и, значит, вражда такая возникла, беспричинная вражда, будем говорить, между братьями. И, значит, и ему, как бы, оттуда с телефона говорят, значит, что, значит, ну, как бы, вы не злитесь на него, не сердитесь на него, как бы, значит, мол. А пастор тут говорит, я, говорит, в присутствии, там, тоже служителей, там, братьев, я говорю по телефону, как же, нет, нет, я, говорит, никак не сержусь, он же брат мой, говорит. И, значит, и, и по ходу разговора я три раза сказал, так, что он же брат мой, говорит, значит, ну, как бы, я, я не имею, ну, по Христе все. Самое интересное, прошло время, значит, и, оказывается, тот человек на том конце провода, он три раза слышал, хотя у Дмитрия дикция у него очень хорошая, значит, он, у него четкие слова, четкие выражения, он не глотает окончания, у него, ну, ораторское искусство на высоте. Шатров, фамилия, Дмитрий Шатров, если вы в интернете посмотрите, ну, там поймете, что человек, он действительно говорит четко, знаете, как он диктор о радио говорит, очень четко, понятно. Там, не понять невозможно, но самое интересное, тот человек на том конце провода, он три раза слышал другое, он же враг мой, он же враг мой, представляете? Потом, ладно бы, я, может, что-то я не так сказал, ну, раз, может быть, не так понял, ну, два, ну, три раза одно и то же, что он же враг мой, вот это, да. Вот, ну, это одна из иллюстраций, понимаете ли, одна из иллюстраций, но еще люди по-разному слышали. Иисуса разные люди по-разному слушали, и по-разному слышали. Вот, люди простые, его понимали просто, а вот эти люди, у кого были религиозные такие, как бы, такие, не знаю, как назвать это, на ушах. Ну, противники. Да, ну, противники, точно, они были, да, противились, они искаженно все понимали вообще. Ой, и вот, да, ведь они уже какие выводы сделали, представляете? После такого чуда, многие из них говорили, вот из этих, вот, у кого, вот, как сказали, дух противления, да? Дух противления, он мешал, слышал, он мешал, да, и они были глухи слухи, почему? Потому что они понимают, что он их забивал, они не могли понять, о чем они говорят, потому что они слышали другое. Да. Они не делают от собой силы. Да, и то, что даже они не слышали, и то, что они видели даже, они совершенно по-другому все воспринимали. Они сказали греха, а не спасения, они не видели в нем спасения, они видели в нем, что он им говорит, что надо поменяться, они не хотели меняться. Тоже согласен, да, с тобой согласен. Знаете, это как вот сказка, помните, да, про Каев и Геркуев, да, когда осколки попали к Каеву, вот, глаз, сердце, он все по-другому стал видеть вообще, вот, как будто испорченное. И вот это проклятие, да, противление, бесовские эти духи делают страшную работу с человеком, что он совершенно искаженно все видит, искаженно все слышит, как мы понимаем. И они что сказали про Иисуса, представляете, в 20-м стихе написано, многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует, что слушать его? То есть он одержимый и как божевимый. Хорошо, что его слушать вообще, представляете? А другие говорили на это, это слова небесноватора, может ли бес отверзать очередь слепым? То есть, такая вот возникла, да, понимание. Но вообще Иван Гатеана раскрывает шаг за шагом божественность Христа, божественность самого Иисуса. И вот наступил тогда праздник обновления, написано, в 22-й стихе, как раз Хануга, сегодня, кстати, первое число, если по лунному календарю, значит, и как раз месяц этот наступили, наступивший уже месяц сегодня, он, ну как, месяц обновлений можно пользоваться, потому что главным праздником праздник Хануга. Вот как раз описано здесь, в 22-й стих написано, настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновым. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал вам, я сказал вам, и не верите? Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Опять та история, что он прежде говорил как раз об овцах, слушающих и не слушающих, да? Если овцы его, они слушают его голос. И написано, что овцы мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, ибо они идут за Мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал и мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Ну дальше, опять-таки, настолько все далеко зашло, что люди взяли камни. Евреи стали поднимать камни с земли, чтобы убить Иишуа, да, чтобы убить Иисуса. Вот настолько досталось все. Хотя, что же он плохого сделал, что он плохого сказал вообще? Значит, и, ну, самое, как бы, вот, вред, они видели, богофульство в нарушении своих, вот, предположений, своих, вот, учений каких-то, да? Представляете, вот этого слепорожденного, рожденного, ну, слепым человека, уже взрослым человеком, представляете, всю жизнь человек был слепой. Такого никогда не было, чтобы слепорожденного кто-то исцелял. Вот, ну, отравясь такого не было видно. И вдруг Иисус его исцеляет. А это все произошло в субботу. И все. Ради заповеди, да, вот именно о субботе, восприняли, ради своих постановлений, вернее, о субботе, они это восприняли как нарушение Божьего, Слово, Божьей заповеди. Парадокс. Значит, получается, открывать общество слепым и совершать такие чудеса нельзя, чтобы не нарушить правила предписания. А здесь еще больше, еще пуще. Проблема в чем? Что они увидели четко и ясно из его слов, услышали, да, это, что он говорит о Боге, как об отце своем и о своем единстве. Здесь он четко сказал, я и отец одно. Ну, как там в Одессе говорят, как-то, выражение есть такое, что не слово важно, а интонация. Я думаю, что, как это было сказано, я думаю, это об им очень многом говорило. Понимаете ли, он не просто сказал это вот так вот, что я и отец одно, ну, так, между прочим. Я так подозреваю, что это было сказано так, что там уже, ну, простите, уже и дорого было ясно, что действительно это так, что он и отец одно. Но вместо того, чтобы упасть на колени, сказать, слава тебе, Господи, дожили мы до этого времени, пришел Машляд, пришел Христос, сейчас, Спаситель, пришел. Аллилуйя, это же, надо же, вот, посчастливилось, вот, нам посчастливилось прямо жить в том поколении, в котором пришел Христос, ожидаемый аж с тех времен еще, с незапамятных. Но вместо этого они взяли камни, чтобы убить его. Они хотят это сделать. Где текает? Где текает на камни? Да. Я хотел, хотел. Вот, представьте. Да. Ну, вот, мне такая картина, представьте. А, ну, подойдите сюда, отец Семенович, пожалуйста. Вот, 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 вот А это мой папа. А это мой папа чудо-созлил. И что вы про меня подумаете? Просто мы ведь дети Каина. Дети Каина, которые не принимают. Потому что их Бог дал Сифа вместо Каина. И начал призывать Бога. С Каина они не призывают Бога. Они его не хотят слушать. И они последний день есть. Они снятся, когда существовало Божие. Их раздражают. Это отец Андреевич глубоко говно. Иудеи сказали ему. Не за доброе дело хотим побить тебя камнями. Но за богохульство. 33 стих. И за то, что ты будучи человек. Делаешь себя Богом. Представляете. Вот. Четко. Ты будучи человеком. Да. Делаешь себя Богом. Вот. Конкретно. Они высказали приговор. Да. Все. Достоин смерти. Это знаете как там сталинские тройки были. Вы постановили. На скорую руку. Быстро. Все. Согласны. Согласны. Все. Смерть. Смерть. Все. И приговор восполнения. Они бы это сделали. Вот серьезно. Если бы не сверхъестественное вмешательство. Да. Ну и прогорность Иисуса. То это сделали сто процентов бы. Значит. Он обычно избежал. Значит. Да. То есть как это сделалось. Я не представляю. Он не избежал. Прошел мне жених. Не. Ну понятно. Да. Но как это. С камнями. Опа. Нагонимая сцена. Когда ангелы заточили лота. Да. 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 Это потому что мы в духовном мире. Тому ли. Которого отец. Осветил. И послал в мир. Вы говорите. Богохульствуешь. Потому что я сказал. Я. Сын Божий. Если я не творю дела отца моего. Не верьте мне. А если творю. То когда. Не верите мне. Верьте дела мои. Чтобы узнать. И поверить. Что отец во мне. И я. В отца. И я. В нем. Тогда опять искали схватить его. Но он уклонился от рук. И пошел опять за Иордан туда. И вы знаете. Что. Проношел. После того. Это. Это самый конец. Уже десятой главы. Дальше. Одиннадцатая глава. Знаменитая. Вот. Как раз. О воскрешении Лазаря. То есть. В девятом. Исцеляет. Слепорожденного человека. Чудо. Неслыханное. Невиданное доселе. Вообще. То есть. Знать ли. Ну. Уму непустейшему. Человеческому. Вот. И. Это явно было. Божье чудо. И явно. Было. Что. Он. Бог. Все. Могущий. Действительно. Но. И. 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 Обратили внимание. Да. Наверное. Обращали. В. И. Это. 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 Абсолютно. Третий день. Третий. Третий день. И. В. И. В. Третий день. В. Третий день. израильский. И. 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 Сейчас. В. Один взгляд. Что. Первых. Три дня. После смерти. Они. Возможны. Для. Возвращения. В тело. После. Уже. В. Последний день. Когда. Будет. Всеобщее. Воскресение. Тогда. Уже. Вот. Возможно. Воскрешение. Мертвых. Но. Опять-таки. Садукеев. В те времена. Не верили. Что. Возможно. Воскресение. Из мертвых. Фарисеи. Верили. Фарисеи. Верили. Они. Все. Возможно. Да. Возможно. Воскрешение. Потом. Последний день. Но. Как и мы верим. Допустим. Да. Мы. Умираем. Для этой жизни. Ты живешь. Мы сейчас. Умираем. Наши тела. Умираем. Умираем. Для этого. Понятно. А для кого мы живем. Мы станем с храмом. Да. Мы. Да. Просто есть. Продолжение. Да. Десять. Полит. Надо. Всю Андрею. Да. Да. Сейчас. Обязательно. Это так нужно. Надо. Надо. Я. Сейчас завершу. И потом Андрей. Обязательно. И. Вот. Чем дело. Что. Сами эти. Вот. Даже. Те же самые. Фарисеи. Они. Ожидаем. Да. Воскресение. Мертвых. И. Жизнь. Будущего. Века. Так же. Верили. Не фарисеи. Вот те времена. Саддукия так не верили. Фарисеи верили. И. Вот. Интересно. Что. Марфа и Мария. Они. Но. В последний день. Но. Иисус. Он. Воскресил. Друга своего. В четвертый день. После смерти. А это. Ни в какие ворота. Уже не везет. Знаете. Если бы он пришел. Я говорю. Я и раньше тоже об этом рассказывал. Говорил. Что если бы он пришел во первые три дня. После смерти. Да. И. Воскресил бы Лазарева. Из мертвых. То. Он дал бы все основания. Вот. Людям. Религиозным всем. Навожным. Иудеям. И евреям всем. Признать его. Ну. Чудотворцем. Пророком великим. От Бога. Учителем от Бога. Вот. Как тот самый негодим. Помните. Он говорил. Да. Что мы знаем. Говорит. Что ты учитель. Пришедший от Бога. Ибо таких дел. Которые ты делаешь. Не может делать человек. Если не прибудет с ним Бог. То есть. Четко. Никодим выразил позицию. Не только свою. Но и. Я так понял. Религиозных. Многих. Вождей. Учителей. Рабинов. Потому что. Мы знаем. Не просто я знаю. А мы знаем. То есть. Вот так вот. И если бы. Он воскресил бы Лазарева. В первых три дня. То. Он бы дал бы все основания. Таким как Никодиму. И всем прочим. Религиозным вождям. Сказать. Мы знаем. Теперь. Да. Ты учитель от Бога. Точно. Самородок. Уникум. Вундеркин. Не знаю. Кем бы ты ни назывался. Ты действительно особенный человек. Таких евреев как ты не был точно. В нашей истории. Но. Но самое интересное. Воскресив. Воскресив. В четвертый уже день. Он. Господь. Спасибо тебе. Он все карты. Просто спутал. Религиозной системы. По сути. Разрушил все представления иудаизма. Тогдашнего. Библейской веры. Тогдашней. Которая. Ну. Действительно. Ну. В народе Божьем сохраняла. Все эти столетия. От самых Моисеевых времен. Когда была дарона Тора. Ха. Потому что. Уже нельзя было сказать. Что. Иисус. Это. Учитель от Бога. Пророк. Надо было сделать признание. Которое до сих пор. Очень трудно сделать. Большинству религиозных людей. Даже. Среди христиан. Даже христианам. Поро. Очень трудно это сделать. Признание. Исповедание. Что. Иисус Христос. Он не просто. Он. Во-первых. Господь. Он. Спаситель. И Он. Бог. Вот это признание. Оно. Действительно. Он. Уничтожил сомнение. Он. Уничтожил сомнение. Которое. Пустила Ева. Она. Сомнилась. Не о том. Не о том. Да. Сомнение еще больше стало. У людей. Кстати. Многие люди. Тогда. Они решили даже убить Иисуса. Именно после этого чуда. Они решили убить Его даже. Иисуса. Чтобы вообще полностью распрощаться с Иисусом. То есть. Если раньше. Они еще может только лишь вынашивали планы эти. Как бы. И может. Это в головах там. У людей. Вертелось. Ну. Они убили нам Его вообще. Вот. Как бы. Да. Мешали человек нам. Вот. То после этого чуда. Они вообще обозлились так религиозно вожди. Что постановили убить уже Иисуса. И уже. Без всякого сомнения. Ну. За мной и лазали тоже. Чтобы меньше болтал. Знаете ли. Да. Потому что. Он живой свидетель. Живого чуда Божьего. Вот. И. Но. Прошло время. Сегодня мы знаем точно. Что Иисус Христос. Он. Господь. Бог. И Спаситель наш. Великий Чудотворец. И вся слава Иисусу Христу. Слава нашему Господу. И первые эти апостоли еврейские. Да. Они эту веру исповедовали. Что. Ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом. Данного нам. Людям. Которому надлежало бы нам спастись. Которым мы спасены. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Навеки слава. Богу Святому. Аминь. 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 Да. Да. Отец Андрей. Пожалуйста тоже скажи.